РАДИОУНИВЕРСИТЕТ Мы говорим не просто о времени Хрущева, мы не говорим не просто о самой фигуре Никиты Сергеевича Хрущева, мы говорим о том времени, когда Советский Союз мог пойти совсем по другому пути. Мы говорим об смене эпох, когда смена эпохи Сталина в этой точке бифуркации, в этой точке неопределенности мог Советский Союз стать совсем другим. Он мог стать и Советским Союзом Маленкова, и Советским Союзом Берия. И вдруг из тени партийного аппарата вышел человек, на которого в принципе и не распространялись никакие планы по наследованию дела Сталина. Страна пошла совсем по другому пути. И это крайне принципиально. В первом выпуске мы говорили о том, как невзрачный, серый, хитрый Никита Сергеевич Хрущева расставил сети на блестящего, идущего на всех парах к власти Лаврентия Павловича Берию. И вот сегодня серия... Номер два. Номер два. Крах Берия. Евгений Юрьевич, почему? Ведь Хрущев не рассматривался в качестве наследника Сталина и Маленков. И Берия, они были первыми претендентами. Между ними была основная ставка. И на них смотрели другие товарищи. Те же Микоян, тот же Молотов, Каганович, который вроде был бы репрессирован, но не так далеко. Все наследники, они были рядом. И вдруг, вот проводит, как мы в первой серии сказали, Берия проводит расстановку, перестановку в верхнем аппарате управления Министерства внутренних дел. Но он делает это так как-то необдуманно, что он, по сути дела, пугает партийный аппарат, пугает верхний аппарат управления Министерства внутренних дел. И все напряглись. Напряглись, да. Дело в том, что вы правы абсолютно. Никто тогда Хрущева не рассматривал в качестве возможного преемника власти Сталина. Вообще ведь тогда был создан режим так называемого коллективного руководства. Об этом пишут многие историки, причем как советские, так и современные. Даже возник такой термин в партийной пропаганде. Вот если вы почитаете, например, выступление того же Маленкова, того же Молотова, да даже того же Хрущева, они все время апеллируют к коллективному руководству. Почему? Дело в том, что они прекрасно понимали все, что напялить на себя шинель Сталина и стать вторым Сталином никто из них по определению не мог. А сделать любую попытку влезть в эту шинель, это сразу вызывало соответствующую реакцию твоих же ближайших коллег по Политбюро или тогда по Президиума ЦК. Поэтому вот и шла такая сложная игра, такие интриги, такие, так сказать, хитросплетения с тем, чтобы переиграть любого потенциального претендента вот на эту сталинскую власть. Мы вот остановились в прошлый раз на том, что в апреле 1953 года Никита Сергеевич Хрущев уже более-менее определился и встал на сторону Берии. Вот в его противостоянии с Маленковым. И тогда же, в апреле 1953 года, Хрущев, почувствовав поддержку Берии, начинает серьезные перестановки в аппарате ЦК. Я напомню, что он тогда остался единственным членом Президиума ЦК и одновременно секретарем ЦК. То есть, как его называл Каганович, первейший секретарь ЦК среди всех остальных других. Что он делает? Смотрите, значит, он не только расставляет своих людей по, так сказать, разным отделам и управлениям, но он еще и производит, как бы, перестройку всего аппарата ЦК. Ну вот, для примера, я вам просто хочу сказать, что, во-первых, он сразу пошел навстречу Михаилу Андреевичу Суслову. Это один из старейших членов высшего советского руководства, который еще в 1947 году занял пост секретаря ЦК. Причем тогда он занимал этот пост, или, вернее, занял этот пост, как креатура Маленкова. Я в свое время разговаривал с Юрием Николаевичем Жуковым, и он в архиве нашел одну довольно нелицеприятную реплику в адрес Михаила Андреевича, и задал вопрос, а кто вообще такого человека, который никогда не был за границей и не знает ни одного иностранного языка, назначил, собственно говоря, руководителем международного отдела ЦК. Но вот этот сталинский вопрос, или эта сталинская реплика осталась без ответа, а Сталин к этому вопросу больше не возвращался. То есть это уже говорит о том, что позиции Маленкова тогда в аппарате ЦК были довольно серьезные, и он мог сам расставлять людей в этом аппарате, не спрашивая особо мнения Сталина. Для наших радиослушателей все фигуры Михаила Андреевича Суслова помнят по, кто из нашего более молодого поколения, по той позиции серого кардинала, идеологии, которую он занимал в брежневское время. То есть Суслов был, он находился одновременно и в тени, но бог мой прогневать Михаила Андреевича. Ну конечно, конечно. Нет, это был царь, бог и воинский начальник для всего аппарата, не только ЦК, но и для всех партийных аппаратов снизу доверху. Не случайно, ведь после смерти Суслова в январе 1982 года, мы чуть-чуть забегаем вперед, развернется столь серьезная и долгоиграющая борьба между Черненко и Андроповым, кто займет пост второго секретаря ЦК. И она завершится, эта борьба, только в мае 1982 года, то есть через 4 месяца, победы Андропова. Потому что все прекрасно понимали, что наследником власти Брежнева станет тот человек, который займет этот ключевой пост. И вот здесь возникает вопрос, возвращаясь обратно в 1953 год, возникает вопрос. Если я правильно помню, я еще сдавал экзамен по истории КПСС, что ведь, по сути дела, кто контролирует секретариат ЦК, тот контролирует очень важный центр управления партией. И с этих позиций начинал сам Иосиф Виссарионович, если память мне не изменяет. И он переиграл же тогда в аппаратной борьбе и блестящих, и гораздо более по-высокому по табеле о рангах партийных. И Каменева, и Зиновьева, и Бухарина, и Рыкова, и всех вот этих товарищей. Потому что он вроде бы занял такую невзрачную роль в секретариате партии. Нет, нет, вы немножко ошибаетесь. Он с самого начала занял пост генерального секретаря по предложению Ленина в апреле 2022 года. Это решение было санкционировано не только пленом ЦК, организационным пленом ЦК, который прошел по итогам работы 11-го партийного съезда, но и на самом 11-м партийном съезде. А вторым секретарем ЦК стал Молотов. И Молотов, да, и Молотов занимал эту должность довольно долго, до декабря 30-го года, когда он пересел в кресло председателя Совнаркома. А потом вторым секретарем ЦК долгие годы был Лазарь Моисеевич Каганович. Я для наших радиослушателей просто хочу сказать не о том, что Сталин какими-то особыми интригами, а в том, что контроль над аппаратом Центрального комитета в условиях Советского Союза являлся фактически вторым центром управления. Я просто хочу здесь пояснить, вы абсолютно правы, говоря о такой роли секретариата ЦК. Дело в том, что в 20-е и в 30-е годы Сталин не контролировал Политбюро. А вот секретариат ЦК он контролировал. Понимаете? А вот уже потом Сталин будет контролировать, естественно, и Политбюро, и секретариат ЦК. И вот когда он боролся с Троцкийской, Зиновьевской, затем Объединенной, затем Бухаринской или правая оппозиция, он опирался не на Политбюро, где у него большинства не было, а именно на секретариат ЦК. И в этом вы правы. И поэтому фактически Хрущев занял эту же теневую позицию, имея все возможности на уровне секретариата, вот этих фаворитов борьбы за власть после Сталинской в 1953 год, он мог предупреждать, контролируя всю партийную информацию. Абсолютно правильно, потому что я еще раз говорю, смотрите, ведь Маленков занял пост главы правительства и ушел из секретариата. Берий никогда не работал в партийном аппарате, будучи в Москве. То есть на Кавказе он работал в партийном аппарате, в том числе и будучи первым секретарем ЦК партии Грузии, и первым секретарем, значит, закавказского крайкома партии. А в партийном аппарате работал исключительно Хрущев. И в данном случае он стал перестраивать партийный аппарат именно под себя. Вот смотрите, что он делает. Вот это принципиальный момент. Да, что он делает? Он, во-первых, идет навстречу Суслову, и по его предложению преобразует прежнюю комиссию по связям с зарубежными компартиями в отдел ЦК, то есть повышает статус этой комиссии. Дальше. Он через секретариат провел решение о слиянии четырех отделов в один отдел науки и учебных заведений, который возглавил его давнишний приятель по Украине, бывший секретарь Харьковского обкома, а затем директор Института философии Академии наук Украинской ССР Алексей Матвеевич Румянцев. Это подращивание новой элиты. Конечно. Дальше. В-третьих, с его подачи ключевой отдел агитации и пропаганды, знаменитый Агитпроп, возглавил Владимир Семенович Кружков. И, наконец, четверто, во главе объединенного отдела административных и планово-финансовых органов, это отдел, который на минуточку не только контролировал финансы самой партии, но и назначение во все силовые структуры. Начиная с Генпрокуратуры, Верховного суда, МГБ, МВД, армию и так далее, и так далее. Это то, что называлось комиссией партийного контроля? Нет, нет, нет. Это отдел административных органов или административный отдел, он по-разному в разное время назывался. Но человек, который возглавлял этот отдел, он был негласный куратор всех силовых структур страны. Я вам просто хочу сказать, что, ну, два таких вот примера, чтобы вы поняли. При Горбачеве отдел административных органов ЦК в одно время возглавлял никто иной, как Анатолий Иванович Лукьянов. И он с этой должности взлетел. Стартовал, конечно. Стартовал, знаете, да, понятно как, да. А, например, при позднем Хрущеве этот отдел возглавлял Николай Романович Миронов, который сыграл ключевую роль в отставке Хрущева. Мы потом об этом будем говорить, но я просто... Безусловно. Да, я просто вот... Более того, вот, например, тот же Жуков говорит, чтобы до конца понять мотивы, характер так называемых сталинских репрессий, а по факту ежовских репрессий нам, то есть историкам, надо получить доступ к архиву отдела административных органов ЦК, в частности, к архиву Пятницкого, Ташица, который возглавлял в 30-е годы этот отдел. До сих пор этот архив не открыт. Понимаете? Вот это да. Получается, что вся, так скажем, вся сшибка, вся схватка, которая происходит между историками, которая происходит между любителями истории, люди рубятся в интернетах, там, сталинисты, троцкисты, монархисты и все прочее. А у нас, оказывается, есть серая зона, где такая непримечательная позиция, что с точки зрения финансов партии, и вдруг у нас, оказывается, эти архивы не раскрыты. Это российский радиоуниверситет. Мы говорим именно о тех малоизвестных, малоизученных, тщательно заретушированных событиях, которые меняют ход истории и не всегда, или чаще всего никогда не отражаются в популярных сериалах, по которым мы воспринимаем эпоху. Возвращаемся. Итак, в это же время, Евгений Юрьевич, на всех порах, как я сказал, Лаврентий Павлович Берия идет к власти. Он крайне энергично действует. Он выпускает и продавливает через ЦК целый веер решений по амнистии, по отношениям тоже с коммунистическими партиями за рубежом, по ГДР, по Западной Украине, по Литве. То есть человек набирает через эти решения крайне быстро динамику такой популистской популярности. И, простите за тавтологию, если бы вот этот момент его решения довести до ума, или как минимум реализовать, страна получила бы совсем другой эффект. То есть и амнистия, и отношения с Западной Украиной, и с Литвой, и все прочее. Как на это реагирует партия? Да, я сейчас объясню. Вы абсолютно правы в том, что он стал действовать популистскими методами. И если вы посмотрите документы, которые сохранились и в деле Берия, и в архиве ЦК, которое связано с личной перепиской членов президиума ЦК, то там выясняется довольно любопытный факт. Вот все инициативы Берия, которые касались, в частности, например, союзных республик, на самом деле, под его началом было подготовлено четыре постановления президиума ЦК по четырем республикам. Речь шла об Украине, прежде всего о западных областях Украины. Речь шла о Белоруссии, речь шла о Литве и о Латвии. Два из этих постановлений о Литве и о Украине, о Западной Украине, были приняты, а белорусское и латышское постановления не были приняты. Так вот, он настаивал на том, чтобы вот эти постановления, которые были приняты президиумом ЦК, рассылались на места с его докладными записками. То есть, чтобы люди на местах видели, кто был инициатором принятия этих решений. А то, что они были как бы нацелены на завоевание популярности и авторитета у местной партийной элиты, особенно националистического толка, это совершенно очевидно. Причем я хочу заметить, что если по отношению к Литве было принято довольно мягкое постановление, которое не касалось, например, кадровых вопросов, то есть смены руководства Литовской республики, которое, я тогда напомню, возглавлял старый большевик Снечкус. Он просидел, значит, в этой должности с 40-го аж по 74-й год. Ого! Да, то есть пережил и Хрущева... Как хороший лесной брат. Но он, кстати, нет, но он, кстати, был действительно такой настоящий большевик, вот в полном смысле этого слова. Верный это был. Абсолютно, да, да, да. А то, что касается, например, Украинской СССР, то там под Сурдинку вот этого постановления произошла реальная смена высшего руководства республики. Но, в частности, вместо Леонида Мельникова, первого секретаря, который был русский по национальности, первым секретарем ЦК был назначен Алексей Ларионович Кириченко, украинец, который возглавлял эту республику вплоть до 57-го года. Причем я замечу, что Кириченко был не просто одним из руководителей республики, а он был тогда вторым секретарем до этого назначения. Он был давнишним соратником Хрущева. И вот здесь сразу возникает вопрос, а кто продавил эту кандидатуру? Либо кто подсказал Берии такую кандидатуру? Конечно, Берия партийные кадры знал плохо, это надо иметь в виду. Он хорошо знал кадры кого? Прежде всего промышленников, прежде всего ученых, прежде всего работников спецорганов, понимаете? Для наших радиослушателей, вот когда мы следим за этими хитросплетениями, за этой ожесточенной внутри партийной борьбой за верхний престол Советского Союза, вы должны прекрасно помнить, что в Советском Союзе на тот момент было всего два почетных гражданина Союза Советских Социалистических Республик. Это Игорь Васильевич Курчатов и Лаврентий Павлович Берия. Еще раз, после того, как Берия окажется английским шпионом, предателем всех разведок и все прочего, останется... вообще об этом факте забудут. Но почетных граждан Советского Союза было всего два. И оба по делу. За реализацию проекта бомбы, за реализацию проекта ракеты, которая полетит вскоре в 1957 год, страна стояла на грани ядерной войны. И с этим мы будем говорить о временах Карибского кризиса 1962 года. Но это будет позже. Да, так вот. И смотрите, Алексей Ларионович Киричерку, он ведь до войны стал работать вместе с Хрущевым. Я напомню, что Никита Сергеевич Хрущев с должности первого секретаря Московского горкома и обкома партии был назначен первым секретарем ЦК Компартии Украины в январе 1938 года. Так вот, с этого момента Кириченко стал работать в аппарате ЦК Компартии Украины, немного возглавлял промышленный отдел, а потом пересел на ключевой отдел по работе с кадрами. Понимаете? Затем он занял должность секретаря ЦК, а когда началась война, то он наряду с Хрущевым был членом военного совета Южного фронта, потом Юго-Западного фронта. То есть везде шел вместе с Хрущевым. Везде шел вместе, да. И после войны, когда Хрущев стал опять первым секретарем, он просто там в 1947 году, немного, ну, порядка 10 месяцев он занимал должность главы украинского правительства, он везде шел рука об руку с Хрущевым. И когда Мельникова в 1949 году назначили первым секретарем ЦК Компартии Украины, то Кереченко стал вторым секретарем. И что любопытно, ведь это постановление, оно было довольно разгромным по отношению ко всему руководству Украинской ССР. Но при этом Мельникова за это снимают и выводят за штат, и, значит, он становится как бы в резерве ЦК КПСС, а его, по сути дела, правая рука получает повышение. Совершенно очевидно, что эту фигуру... — Продавливают. — Конечно, Лаврентию Павловичу Берию предложил никто иной, как Никита Сергеевич Хрущев, что является прямым доказательством версии Юрия Николаевича Жукова о том, что тогда, именно тогда, Хрущев поставил именно на Берия. Я, кстати, напомню, что вплоть до 60-го года Алексей Ларионович Кереченко был вторым секретарем ЦК и был фактически вторым человеком в государстве и в партии. Это была фигура, сейчас уже давно забытая, но это была фигура довольно мощная. Разные воспоминания сохранились о нем. Кто-то его называл дуболобом, кто-то называл его грубым, неотесанным, мужланом и так далее, и так далее. Но есть целый ряд мемуаристов, которые говорили о том, что этот человек был очень требовательный, что этот человек обладал харизмой, был хорошим организатором. То есть вот так вот однозначно списывать его со счетов, конечно, нельзя. И второе обстоятельство, связанное вот со всеми этими, так сказать, бериевскими начинаниями, это, конечно, событие в ГДР. Вот почему, кстати, не были приняты постановления по Белоруссии, а там, кстати, тоже предполагалось произвести замену руководства республики. Тогда же первым секретом ЦК Компартии Белоруссии был Потоличев Николай Семенович. — Знаменитый, да? — Конечно, конечно. Знаменитый министр внешней торговли СССР, который занимал эту должность, если мне не изменяет память, 27 лет. С 58-го по 85-й год. То есть до Горбачева. Дважды герой соцтруда. По-моему, он был единственным человеком, может быть, я ошибаюсь, но, по-моему, единственным человеком, который был удостоен 11 орденов Ленина. По-моему, еще у Устинова было 11 орденов Ленина. Но это надо проверить, понимаете? А он ведь до этого занимал и должность первого секретаря Челябинского обкома, и был секретарем ЦК во второй половине 40-х годов. Считался тогда креатурой Маленкова. И, кстати, знаете, кого хотели поставить на место Потоличева? Зимянина Михаила Васильевича. Это лидер белорусского комсомола в годы войны, активный участник партизанского движения в годы войны. Кстати, будучи совсем молодым человеком, в 1942 году ему еще 30 лет не было, там 27-28 лет было, он был достойен ордена Ленина, ну и так далее. Он, кстати, при Брежневе сделает блестящую государственную партийную карьеру, будет секретарем ЦК по идеологии, и уйдет в отставку, по-моему, уже в 86-м году при Горбачеве. Евгений Юрьевич, возвращаясь к делам в ГДР, Германская Демократическая Республика, на тот момент в ГДР, грубо говоря, закрутили гайки, и начались волнения среди рабочего класса, который протестовал против увеличенных планов по выработке, по трудодням, по фактически, по выработке. Но расценки увеличили. Расценки увеличили, то есть ты должен больше работать, меньше получать, и народ, естественно, немецкий, подчеркиваю, который пунктуальный, аккуратный, они, грубо говоря, зашли, уже дошли до предела. Ну, такой своеобразный немецкий Новочеркасск произошел. Ну, это глупость, да. Вы знаете, я вам хочу сказать, что это была, конечно, видимая причина, как бы, вот этих событий. Я вот, когда писал книгу, мне пришлось довольно плотно читать работы германистов, то есть те, кто занимался вот непосредственно работой и в наших архивах, и в немецких архивах. Я, прежде всего, имею в виду, конечно, Николая Николаевича Платошкина, у которого 15 лет назад, в 2004 году, выходила отдельная монография. Она называлась «Жаркое лето 1953 года». Кстати, в издатель «Концептуал» сейчас вышло переиздание этой монографии, чуть-чуть под другим названием, в 1953 году «Восстание» или «Провокация». Это в параллель к холодному лету 1953 года, в память как раз о Беревской амнистии. Да, да, да. Так вот, он там доказывает, что это была чистой воды провокация, не какое-то было ненародное восстание, что это давно и хорошо спланированная операция, акция по подрыву политического влияния Компартии в восточных германских землях, ну и так далее, и так далее. Это же приписывали чуть ли не Берии, что он нарушен. Его Берию в этом обвиняли, потом, когда его в этом посадили. Да, да, да. Но дело в том, что, понимаете, существует в историографии огромное количество версий. Например, есть такая версия, что за вот этими июньскими событиями в Берлине стоял чуть ли не сам Вальтер Ульбрихт, который хотел таким образом напугать Москву и сказать, что если вы меня не будете поддерживать, то вот восточно-германский режим падет и так далее, и так далее. Дорогие школьники, дорогие родители школьников, если ваши школьники будут разбираться, будущие студенты, да и студенты, которые передирают рефераты, не глядя из Википедии и прочих источников, если вы заглянете в интернет и прочитаете статью о событиях ареста Берии, биографию Берии, вы увидите весь этот бред, который мы сейчас с Евгением Юрьевичем обсуждаем. Не верьте всем тем источникам, потому что, извините, но надо все вещи перепроверять. Конечно. И мы сегодня специально делаем передачу об этих событиях, потому что как происходил вот этот перехват власти из рук Берии Никитой Сергеевичем Хрущевым, это не то что оттепель, это любые сериалы, и о борьбе за власть такого у нас в стране не снимали, и мы об этом именно специально говорим, потому что страна пошла по другому пути. Скажите, пожалуйста, Евгений Юрьевич, мы вот говорим и о ГДР, мы говорим и о том, как Берия шел к власти, но вы в прошлой передаче сказали о том, что Берия сознательно ускорил рассмотрение нескольких дел, громких дел, которые были организованы еще при жизни Иосифа Виссарионовича Сталина. Менгрельское дело, дело врачей, дело авиаторов. То есть это были дела, потрясшие верхушку управления Советского Союза. Все понимали, если Берия быстро даст амнистию по этим делам, он получит бешеную популярность в элите управления Советского Союза. Дело в том, что, послушайте, амнистия по этим делам произошла и довольно быстро. Там немножко все-таки угроза состояла в другом. Я вот в прошлый раз говорил, что Берия потребовал не только исключения из состава ЦК, бывшего министра госбезопасности Игнатьева, но и его ареста. И вот это напугало многих членов президиума ЦК, прежде всего, конечно, Маленкова. Но вот возвращаясь к ГДР, тут важно вот, что подчеркнуть. Значит, существует как минимум пять версий событий, которые произошли тогда в ГДР. Вот профессор Мгимо, наш один из самых известных германистов, это Филитов, он эти версии изложил довольно подробно. Это так называемая хрущевская версия, которая обыденная, о которой многие, кто интересуется историей, они знают. Дальше это так называемая Молотовская версия. Третья версия, это Громыкинская версия, то есть которую излагал Андреевич Громыко в своих мемуарах. Затем это версия, которая принадлежит Анастасу Ивановичу Микояну, Микояновской версии. Наконец, четвертая версия, прошу прощения, пятая версия. Это Семеновская версия. Семенов это тот человек, который вот тогда, именно в 1953 году, возглавлял, по сути дела, советскую оккупационную власть в Германии. Так. Вот. Значит, если вот свести как бы к такому общему знаменателю, в чем суть этих версий? Выступал ли Берия против строительства социализма в ГДР? Вот так даже? Да. Потому что традиционная версия гласит как? Что, дескать, в отличие от всех остальных членов узкого руководства, то есть вот этого руководящего ядра, Берия говорил о том, что хватит нам проводить эксперименты в Восточной Германии, надо прекратить эксперименты со строительством социализма, а взять курс на создание единой нейтральной Германии, то, что, собственно говоря, предлагал в свое время Иосиф Виссарионович Сталин. Но при этом Берия, значит, говорил о том, что приоритет вот как бы в вопросах объединения Германии должен быть отдан в руки Бона, то есть западно-германского правительства, которое тогда, как известно, возглавлял небезызвестный Конрад Аденауэр. Значит, все категорически выступали против этого и говорили о том, что да, надо, может быть, снизить темпы строительства социализма в ГДР, но отказываться стратегически от самого курса на строительство основ социализма, конечно, нельзя. Дело в том, что просто я напомню, что в 52-м году состоялся очередной съезд, не с ЕПГ, социалистической единой партии Германии, которую возглавлял Вальтер Ульбрихт, где как раз и была принята программа строительства социализма. Понимаете? Но дело в том, что целый ряд мемуаристов и историков говорят, что это неверная трактовка, на самом деле, позиции Берии. Более того, что позиции Берии и Молотова первоначально вообще-то не очень расходились. Там были какие-то нюансы, но здесь важно другое. Тот же Филитов говорит о том, что наиболее консервативные позиции по германскому вопросу, которые, по сути дела, и позволили Ульбрихту и его команде, то есть тот агротеволию и другим удержаться у власти, были не кто иной, как Никита Сергеевич Хрущев и Михаил Андреевич Суслов. Вот так. Да, опираясь именно на поддержку вот этих двух секретарей ЦК, германское руководство, оно сохранило свои властные полномочия и оно продолжило реализацию той партийной программы или того партийного курса, который был одобрен на партийном съезде. И вот в этой ситуации Берия как раз и попал как кур в ощупь. Почему, кстати, многие историки связывают начало непосредственной реализации плана по свержению Берия с его поездкой в Германию? И вот здесь любопытная история всплывает. Дело в том, что все историки и публицисты, которые касались этого вопроса, та же Прудникова, тот же Юрий Николаевич Жуков, ну и многие-многие другие, они говорят, что непосредственной причиной или поводом, скорее поводом, для начала реализации плана по свержению Берия стал его отъезд в Берлин. И еще один вопрос, который я обязан просто задать, потому что когда любой школьник, даже моего возраста, наш обыватель, я такой же обыватель, не разбирающийся вот в этих хитросплетениях, мне пишут люди, что вы там занимаетесь вот этими разборками этих сталинистов? Почему вы о них вот такое внимание им уделяете? Потому что, уважаемые радиослушатели, страна пошла по другому пути. Поэтому мы разбираемся, потому что у нас потом Советский Союз на секундочку распался. Поэтому вопрос, всегда в любой статье про свержение Берия вдруг откуда-то, как чертики из табакерки выходят генералы, генералы Победы, во главе с Жуковым и арестовывают. Для того, чтобы привлечь на свою сторону армию, армия, это, извините, маршалы Победы, это не мальчики на побегушках. С ними договориться, они должны были почувствовать угрозу от Берии, как минимум. И вот здесь я хочу задать вопрос. Почему Жуков и его ближний круг генералов так выступили против Берии? Связано ли было это с тем же делом, которое было открыто и реализовано при Иосифе Виссарионовиче, связанное с богатствами Берлина и Германии, когда генералы очень сильно получили по шапке. Там вплоть до Лидии Андреевны Руслановой, которая пела на ступенях Рейхстага. Так называемое, да, трофейное дело. Трофейное дело. Могли генералы припомнить и бояться тому, что Берия будет через, в том числе и это дело, на них давить. Да, я понял. Вы знаете, я вот сейчас немножко вернусь назад по поводу Берлина, все-таки хочу сказать, это принципиально важная вещь. Конечно. Дело в том, что тот же Филитов, который специально занимался этим вопросом, он говорит, что многие публицисты и его коллеги-историки ошибаются. Лаврентий Павлович Берий ни в какой Берлин не выезжал. Вот так? Да. Никаких документов, свидетельствующих о том, что он вот в эти июньские дни, накануне его свержения, был в Берлине, нету. Это российский радиоуниверситет Дмитрий Кононыхин, наш гость историк Евгений Юрьевич Спицын. Мы говорим об обстоятельствах караха Берия, и о том, что для этого сделал Хрущев. И мы продолжим о том, какую же роль играл и аппарат партии, и генералитет Советского Союза. Это российский радиоуниверситет Дмитрий Кононыхин, Евгений Юрьевич Спицын. Мы говорим сейчас об обстоятельствах краха Берии. Почему всесильный маршал Советского Союза, почему второй почетный гражданин Союза Советских Социалистических Республик вдруг внезапно, на полных порах идущих к власти, вдруг внезапно оказался агентом нескольких разведок, прежде всего британской, почему он оказался предателем Родины, и почему вдруг и партии, и хозяйственные органы, и генералитет, вдруг высший генералитет, вдруг так сплоченно, одновременно выступили против него. Что это был за заговор? Как он был реализован? Мы об этом, возможно, еще продолжим разговор. Давайте не торопиться. Это принципиально важно. Это не каждый раз у нас отлавливают всесильного хозяина Министерства внутренних дел. В Лубянке, да. В Лубянке. И потом его то ли убивают при аресте, то ли убивают в застенках, и главное, против него выступает верховный генералитет во главе с Жуковым. Такое происходит. Это классический дворцовый переворот, причем могучий, многоуровневый, сшибка за власть была колоссальной. Давайте разберемся, не торопясь. Значит, вот возвращаясь к германским делам, я тоже считаю, что Лаврентий Павлович Берия не был в Берлине. У него не было нужды там появляться. Дело в том, что он туда послал своих заместителей, того же Кабулова, того же Гаглидзе, которые, в общем-то, знали свое дело крепко и быстро навели порядок. Установили в том числе и все обстоятельства этих событий. Кстати, хочу сказать, что в Берлине ведь улицы есть, посвященные так называемой трагедии 17 июня 1953 года. Это, конечно, самая такая вот мерзкая форма распиаривания дутого факта. Потому что во время всех вот этих трагических событий в Берлине по разным оценкам погибло всего несколько десятков человек. Никаких сотен, а уж тем более тысяч погибших там не было. Причем среди этих погибших было немало полицейских германских, то есть тех, кто охраняли право и порядок, и сотрудников спецслужб, советских солдат и офицеров, которые практически не участвовали во всех этих событиях, погибших не было. А со стороны нападавших, ну или, условно говоря, провоцировавших все вот эти беспорядки, которые четко координировались американцами, прежде всего ЦРУ и радиориаз, погибло от 35 до 51 человека. Но скажите, пожалуйста, в тогдашних масштабах вот гибель этих людей, это что, какое-то кровавое месиво, как нам это представляют? Историю пишут победители, поэтому вы прекрасно знаете, что у нас многие этапы и советской, и российской истории получают вот такое освещение. Теперь то, что касается событий, связанных с арестом Лаврентия Павловича Берия. Есть такая молодая, значит, специалист, ученая, историк, кандидат исторических наук Юлия Абрамова, которая в свое время защитила диссертацию, посвященную руководству советских вооруженных сил того периода и их взаимоотношения с армией. Она совершенно верно говорит о том, что все версии, связанные с арестом Лаврентия Павловича Берия, они носят сугубо гипотетический характер, поскольку документально ничего не зафиксировано, и все, что мы знаем о тех событиях, основано исключительно на мемуарной литературе или устных воспоминаниях. Вот это надо иметь в виду. То есть зачищен весь массив документов, уничтожен или его не было? А может, его не было, мы не знаем, понимаете? Вот это да. Да. То есть речь идет о том, что все гипотезы, которые строятся, они строятся лишь на воспоминаниях участников тех событий. Ну, достаточно сказать, что о тех событиях, естественно, писал и говорил сам Никита Сергеевич Хрущев. Безусловно. Дальше. Конечно, об этих событиях писал и Вячеслав Михайлович Молотов. Вернее, не столько писал, сколько не раз возвращался к ним в беседах с знаменитым нашим писателем Феликсом Чуевым, который оставил книгу «140 бесед с Молотом». Об этих событиях писал и Анастас Микоян, об этих событиях писал помощник Маленкова Дмитрий Николаевич Суханов. Более того, Суханов ведь умер уже в постсоветский период, и Юрий Николаевич Жуков, и целый ряд других историков, они встречались с Сухановым. Это помощник Маленкова не только в сталинский период, но и первый период вот его нахождения на самых вершинах власти, который после краха Маленкова станет жертвой провокации и будет потом арестован и осужден на довольно длительный срок за якобы кражу там облигации. Да, дальше это мемуары самого Жукова, последний вариант этих мемуаров, который издавался уже в постсоветский период. Дальше это мемуары Кирилла Семеновича Москаленко, маршала Советского Союза, ну и так далее, и так далее. То есть других источников, которые могли бы с достоверностью сказать, как происходил арест Берия, когда, где и так далее, нету. То есть, еще раз, в любом аппарате ЦК, в любом аппарате партии должны быть записки, распоряжения, указания. Судебная система должна издавать. Нет, но протокол. Протокол есть. Даже вот элементарно, смотрите, ведь по воспоминаниям вот этих людей, Берия был арестован то ли на заседании президиума ЦК. Ну это красивая история, как туда вошел Жуков, сказал Хрущев. То ли на заседании президиума Совета Министров. То есть разные мемуаристы по-разному называют, что же собралось в кабинете у Маленкова. Но это невозможно. Но протокол-то должен был вестись с этого заседания, понимаете? Да. А протокола нету. Вот в чем дело-то. Но это дворцовый переворот. Потому что все другие заседания президиума ЦК... Все протоколированы. ...или президиума ЦК, они были протоколированы. Вот о чем речь-то идет. И все-таки, я возвращаюсь к вопросу. Мы говорим все-таки, у нас Хрущев центральная фигура. Ну да. Как Хрущев договорился с армейцами? Причем с высшим генералитетом. Да. А вот здесь я хотел бы сказать, что существует в историографии и в публицистике две основных точки зрения. Значит, первая точка зрения, которая принадлежит Перу, Роя Медведева, Рудольфу Пихоя, нашему любимому Александру Владимировичу Пышкову, безвременно ушедшему и другим, она целиком и полностью базируется на мемуарах Хрущева, что инициатором ареста Берии выступил именно Хрущев. И именно он привлек армейских генералов к этой операции. Прежде всего, он привлек маршала, вернее, тогда еще генерал-полковника, который вскоре получит генерал армии в августе 1953-го, он станет генералом армии, Москаленко. Через звание, по сути дела. Ну да, да, да. Дальше Батицкого и других. А Жукова привлек к этой операции Булганин, который был тогда министром обороны СССР, первым заместителем председателя Совета министров СССР, и человеком, который, естественно, руководил всеми вооруженными силами. А Жуков, я напомню, был у Булганина первым заместителем и главкомом сухопутных войск. Это вот версия, которая... Классическая. Классическая, да. Вторая версия, которую разделяет Юрий Николаевич Жуков, она говорит о том, что инициатором ареста Берии выступил никто иной, как Георгий Максимилианович Маленко. Причем он в этом вопросе получил однозначно поддержку от Молотова. То есть, фактически, участниками вот этого антиберевского или инициаторами антиберевского загора стали два человека, Маленков и Молотов. Позвольте, Евгений Юрьевич, но получается, что ведь только что Маленков был отстранен от власти, или его, вернее, не от власти, а его шансы стать первым человеком в Советском Союзе уменьшились в результате заговора шести, где в альянс вошли шесть человек, плюс это пролоббировал Берия. Правильно. И это месть, получается, Маленкову. Нет, нет, дело в том, что вот этот конфликт, связанный с ГДР, где Берия с Молотовым резко разошлись во мнениях, вероятнее всего и подвиг Молотова активно принять участие во всех этих событиях. Против Берии. Против Берии, конечно. Молотов, получается, всесильный министр иностранных дел. Он, как бы, вот такая планета сбоку вот этой схватки бульдогов за сталинское наследство. Да, да, да. И получается, что у нас несколько центров теневых, получается. Есть киневой центр с Хрущевым, есть киневой центр с Молотовым, есть киневой центр с Генералитетом. А вот в Лобовую у нас обиженный Маленков и вроде бы всесильный Берия. Фантастика. Вы знаете, и последнее, что я хотел бы сказать. Вот та Юлия Абрамова, на которую я уже ссылался, она говорит, что, вероятнее всего, значит, возникло два центра силы, которые параллельно, но независимо друг от друга, готовили операцию по свержению Берии. Значит, с ее точки зрения, первую группировку действительно возглавил Хрущев, а вторую группировку возглавил Маленков. Причем они привлекли разные силы генералитета. Да, да, да. То есть это были разные группировки внутри самого министерства, поэтому помимо там того же Жукова, Москаленко, Батицкого всплывают фамилии и совершенно неизвестных широкому кругу генералов. Неделин, например. Мало ведь кто знает, что Митрофан Иванович Неделин, первый главком ракетных войск российского назначения, участвовал в свержении Берии. Да, тоже. Я не знал. Ну вот я и говорю, мало кто об этом знал. Ну слушайте, но это классический эпизод 17-го года, когда временное правительство, приход, тоже два центра управления было. Более того. Два центра заговора против Николая Второго. Да, да. Более того, активное участие с точки зрения целого ряда историков, в том числе и Абрамовой, в свержении Берии приняли его заместители. В частности, Сергей Никитирович Круглов, который, кстати, после Берии возглавит Министерство внутренних дел. В благодарность. Да, и Иван Александрович Серов, который станет первым председателем КГБС. А вот это мы обязательно поговорим в следующей передаче, потому что... А они, кстати, выпадают, ведь, заметьте, во всех эти фигуры выпадают из всей этой истории советской Берии. Потому что потеряли свои посты, были расстреляны, уничтожены, стерты в порошок более ста генералов и полковников из клана Берии. Мы обязательно будем говорить об этих событиях, потому что оно того стоит. И заметьте, я прошу прощения, что по делу Берии ведь пошел тот же Мешик, министр внутренних дел Украины, тот же Каглидзе, тот же Кабулов, то есть его заместитель, тот же начальник главного следственного управления Владимирский и так далее. А эти пошли вверх, понимаете? Кому выгодно, как говорили римляне, это Российский радиоуниверситет Дмитрий Кононыхин, Евгений Юрьевич Спицын. Мы разбираемся в самых таинственных обстоятельствах свержения всесильного Берии. Это наш специальный проект «Хрущевская слякоть». Дальше будет интереснее. Спасибо, до свидания.